Ну и давайте поговорим о том, а где деньги-то, собственно, есть. В принципе, я думаю, что зрители нашей программы уже это знают, но очень важно все время это констатировать. Одна из новостей минувшей недели — это было обращение Роснефти в правительство, которое попросило просто невероятные новые льготы у бюджета почти полтриллиона рублей за десять лет. Типа у них там все плохо с месторождениями, и вот они хотят еще налоговую базу немножечко себе скостить. Вы знаете, я, во-первых, с профессиональной точки зрения немножко эту тему с налогообложением нефтянки прокомментирую. Там действительно есть вот эта проблема разницы в условиях работы с месторождениями. Какие-то более старые, какие-то более обводненные, какие-то, наоборот, новые разрабатываются без инфраструктуры, и там большие капитальные затраты, и им целесообразно поменьше ставку налога на начальной стадии установить. Но вот еще примерно 20 лет назад, когда Путин только пришел к власти, я тогда в правительстве работал, обсуждалась очень простая идея — дифференцировать налог на добычу полезных ископаемых по, там, допустим, шести простым критериям. Там географическое расположение, доступ к инфраструктуре, возраст месторождения, там, сера, парафины, и все это. Мы живем в 21 веке. Искусственный интеллект, у нас там уже роботы на скейтборде катаются, там, и так далее, да? Три тысячи, три тысячи всего месторождений в России. Дифференцировать для них, ввести понятную систему обсчета и дифференциации налога, ну, это, в принципе, задачка, которую вообще-то в современных условиях, ну, может первоклассник решить, да? Почему за 20 лет этого не было сделано, и у нас существует единая для всех, как бы, плоская ставка налога на добычу полезных ископаемых, и к ней раздаются индивидуальные льготы в режиме «этому занесла, этому не занесла» в 21 веке? Ну, вот вы спрашиваете, почему Россия там, на черт его знает, в каких местах там 150-х находится в мировом рейтинге восприятия коррупции? Ну, вот поэтому она находится. Потому что мы вообще не знаем, вот в Америке эта вся информация геологическая в месторождениях, она в публичном доступе, вот любой может залезть и посмотреть. А у нас это тайна за семью печатем. Мы ничего это не знаем, и даже в правительстве чиновники, например, не могут часто получить вот эту информацию от Роснедр, которая держит ее вот как это Кощеево яйцо, да? Зачем им это Кощеево яйцо? Это же золотое Кощеево яйцо. Потому что они могут брать на лапу за счет того, что вот поддержат они просьбу у Роснефти о предоставлении льгот или нет. Вот Минфин не хочет ее поддерживать, да? А вот как поведут себя Роснедра, Минэнерго, вот очень интересно посмотреть, мы сейчас посмотрим, да? Поэтому нужна прозрачная, вот доступная в режиме онлайн автоматическая система дифференциации налога. Мы живем в 21 веке, это очень легко можно сделать, да? Но за 20 лет Путин этого сделать так не смог и раздает огромные, вот мы сейчас про будущие льготы говорили, да? Но компании получают уже огромные льготы от государства. Вот давайте посмотрим, например, Роснефти, да? Вот покажите эту картинку, это номер 9, да? Вот 12,5 тысяч рублей, это ставка НДПИ на нефть, которую по закону Роснефть должна платить. Но они вот сейчас только что, они публикуют регулярную отчетность финансовую по международным стандартам, вот только что опубликовали за 2018 год, они платят 10,5 тысяч рублей вместо 12,5. Более чем на 2 тысячи рублей НДПИ они недоплачивают за тонну по сравнению с официальной ставкой. И это вот как раз из-за льгот, которые они уже имеют на месторождении и просят еще. Вот мы умножили эту разницу, 2 тысячи рублей на годовую добычу Роснефти, 230 миллионов тонн, это получается 467 миллиардов рублей недоплаченных платежей по налогу по добыче полезных ископаемых в бюджет за 2018 год. Только от одной Роснефти. А вы спрашиваете, где деньги? На зарплаты, в том числе, в медицине и образовании. Да вот они, да? Нужны им эти льготы или нет реально? А мы этого не знаем. Потому что это все раздается под полой, непрозрачно, в качестве такой закрытой сделки между правительством и компаниями. Как вот они с Козаком подписали недавно по ценам на бензин. И во всем мире вместе с ценами на нефть, цены на бензин падают. А в России нет, они их заморозили на высоком уровне и даже повышают с нового года из-за НДС. И вот в таком же режиме закрытых вот этих картельных сделок между компаниями и правительством раздаются льготы по нефтяным налогам. Это все, конечно, ужасно. В прекрасной России будущего ничего такого не будет. Налог будет устанавливаться в автоматизированном режиме по прозрачным правилам дифференциации, которые будут доступны. Просто любой сможет зайти и посмотреть, как и почему это делается. И никаких, я еще раз повторяю, как говорил Джордж Буш-старший, следите за губами. Никаких индивидуальных налоговых льгот нефтяным компаниям. Хватит. Мы слишком много за это платим. Вот официальная цифра из свежего отчета Роснефти по международным стандартам. Почти полтриллиона рублей в 2018 году они сэкономили уже за год за счет уже предоставленных им налоговых льгот. Но этот дракон ужасно ненасытный и все время хочет еще. А вы спрашиваете, где взять деньги на зарплаты? Субтитры сделал DimaTorzok